В 60-е годы прошлого столетия во времена хрущевской оттепели в Советском Союзе началось массовое строительство малоэтажных панельных домов, так называемых хрущевок. В нашем городе их достаточное количество. Постройки этого типа не отвечают современным требованиям. И сейчас, когда жители города видят активную работу по благоустройству, проводимую в Видном, у проживающих в подобных домах также возникает желание иметь дворы, комфортные для жизни. Но что делать, если желания не совпадают с возможностями? С подобной ситуацией столкнулись жители дома номер 6 на проспекте Ленинского комсомола. Казалось бы, простое желание жильцов сделать свое существование на этой территории более комфортным завело их в тупик. Во дворе этого дома уже начатые работы по благоустройству территории. Расширена парковка, поставлены столбики на тротуарах, скоро будет положено асфальтовое покрытие. Но все эти мероприятия вызвали массовое недовольство жителей, что заставило их провести внеплановую встречу с представителями администрации Ленинского района. На встречу с жителями дома номер 6 прибыл Владимир Уткин, начальник благоустройства дорог, транспорта и связи городского поселения «Видное». Встреча проходила во дворе дома, где жители могли наглядно продемонстрировать, в чем заключается суть их претензий по проводимым работам. Я живу на первом этаже. Я живу в темном царстве. У меня вечная полярная ночь. Вот от этих деревьев. Деревья, высаженные во дворе этого дома, по словам жителей, больны. Кроны их не дают проходить дневному свету в квартиры. Кроме того, на их месте можно было бы организовать парковочный карман. Но это желание у жильцов дома номер 6 появилось только после того, как работы были начаты, контракты подписаны, а сметы утверждены. Работы однозначно будут выполнены в объемах предусмотренных контрактов по данному дому и, соответственно, по остальным домам. У жителей дома номер 6 есть яркий пример того, как бы им хотелось организовать благоустройство территории у себя. Дом номер 10, по их мнению, отвечает всем необходимым требованиям современного двора. Посмотрите, как там все сделали. А потому что жители, которые были на собрании с 10-го дома, сказали. Убрать деревья. Убрать деревья. А мы сказали нет. Если бы ваши жители, конкретно Геннадий Яковлевич. На встрече с собственниками жилья присутствовали не все. Поэтому Геннадий Яковлевич Семенов, активист дома номер 6, взял на себя ответственность по донесению до остальных соседей плана по благоустройству, который впоследствии и был утвержден. Он сказал, и его поддержали кое-какие бабушки. К сожалению, не знаю, как их зовут. Не трогать деревья. Деревья не трогать. Он это признает. А есть такие нет. Недовольство жителей также вызвали работы по установке столбиков на тротуарах. По их словам, места там и так мало. А данный вид ограждения не дает возможность родителям с колясками беспрепятственно перемещаться на территории двора. Я признаю свою ошибку, потому что я, еще раз повторяюсь, да не уследил, бывает такое, у меня не один объект. Надо исправлять. Все будет исправлено. На встрече жители предлагали прекратить работы и продолжить их только в следующем году, после принятия нового плана благоустройства. Предлагался и рассматривался вчера данный вариант. Просто-напросто дам вам пример одного дома. Был-ка дом 5. Не успели положить асфальт. Думали, да, хорошо, проведем аукцион и до мая месяца закончим. Знаете, когда закончили? 24 августа. Запланированные и утвержденные работы должны быть выполнены в срок. А жителей пугает только одно – двойные затраты на благоустройство и потеря времени. Я, как должностное лицо, в любом случае буду предпринимать какие-то действия по промерам, просчетам необходимого по желаниям жителей благоустройства дальнейшего. И, соответственно, мы будем рекомендовать депутатам принять при формировании бюджета на 2015 год данные виды работы. Встреча продолжалась около часа. Жители волновали вопросы, связанные с парковкой, организацией газона, спилки деревьев, возможной установки шлагбаума. Компромисс, кажется, был найден. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.